Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как самоизоляция меняет жизнь делового, культурного и административного центра Самары? Выживет ли коронавирус после санитарной обработки улиц, скверов и площадей города? Как заставить управляющие компании дезинфицировать подъезды и территорию вокруг многоквартирных домов? В нашей студии Елена Бондаренко, глава администрации Ленинского внутригородского района Самары. Лена Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. И с чего бы хотелось начать? Ленинский район находится в центре города. Он считается административным, культурным, деловым центром города. И поэтому ситуация в нем в некотором смысле показательна для всего города. Как вы оцениваете самодисциплину жителей района, потому что она сейчас, на мой взгляд, наиболее важна? В район прибыло 472 человека из-за границы. И по всем этим прибывшим людям осуществлялся ежедневный контроль и патронаж. И представители медицинской службы, государственного бюджетного учреждения Самарской области, Самарская поликлиника номер 3, представителями администрации и представителями полиции, отделения номер 5. Контроли осуществляли мы общими усилиями. Более 3300 проверок было проведено. К сожалению, факты нарушения выявлены в самоизоляции. И по всем этим случаям 22 факта выявлены работниками полиции. В настоящее время составлены протоколы. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что не все граждане социально ответственные, не все соблюдали режим самоизоляции. Но при этом надо отметить, что в целом Самара все-таки другая. И Ленинский, это ведь район, он другой. Не зря в Ленинском районе Урсуляк снимал свою знаменитую жизнь и судьбу. Район-то уникален, историчен, кинематографичен. И я к чему говорю, что в сложной ситуации жители Самары всегда проявляют себя активно. Гражданская активность, социальная активность, она, как правило, на высоте. Вот как вы сейчас оцениваете с этой точки зрения жителей района? Я благодарна ответственным, социально ответственным жителям района, которые откликнулись вот в этой ситуации, сложной для всего общества, и выразили по инициативу в поддержке тех, кто слабее, тех, кому сегодня сложнее, чем работающим людям. Это, конечно, в первую очередь хочется назвать и депутатов Единая Россия, районные депутаты, городские депутаты, губернтской думы, которые оказывали помощь. У нас 650 продуктовых наборов передано через социальную службу. Это и отдельные депутаты. Вот я хотела назвать, привести пример. Егоршин Виктор Владиславович, который предоставил помощь 200 масок, 200 перчаток. Это он лично предоставил? Лично предоставил, да. 54 тоже продуктовых набора многодетным семьям. Это Пушкина Оксана Александровна, депутат района, которая также 12 пенсионерам района предоставила продукты питания. Это тоже ее личный вклад в оказание помощи ветеранам. Интересно, что у нас бизнес откликнулся очень активно. Вот у нас, хотелось бы даже назвать фамилии, братья Нерсисян, предприниматели Хансанамян, которые 57 пенсионеров предоставили реальную помощь, привезли продукты питания, причем делают это уже неоднократно. То есть большие продуктовые наборы, корзины, сами купили, сами развезли. Есть у нас и активные жители, Нурсафин Денис Рафаэльич, Попов Алексей, которые и маски предоставляли в порядке помощи, а также они выделяли технику для осуществления дезинфекции дворов. Интересно, что у нас и молодежь не осталась в стороне. Есть у нас замечательная тоже история. Это студент Власов Никита, который сам по своей инициативе купил три наборы, отвез бабушкам, трем пожилым, нуждающимся на свои средства. То есть это была его личная инициатива? Лично была его инициатива. Никто не предлагал, скажем так, не побуждал? Никто его не побуждал. Он сам, вот с этой инициативой пришел в волонтерский центр, сам это сделал. У нас тоже есть наши активные жители района, которые мы сейчас уже знаем, много делают для жителей района. Это у нас люди, которые, Георгий Мадышев, который давно занимается у нас общественной деятельностью в районе. Много было у нас совместных акций в преддверии. Вот 9 мая предоставлял экспонаты исторические в школы. Интересно, у нас происходили акции. И в этот период он не остался в стороне. Он, находясь в отпуске, пришел и предложил помощь на своем транспорте развозить продуктовые наборы ветеранам. Сейчас вот тоже у нас готовится большой пакет вот таких продуктовых наборов, которые будут разводиться ветеранам. И действительно это очень здорово, когда вот все сплачиваются в этот момент для того, чтобы поддержать тех, кому сегодня сложнее. Есть у нас тоже история, связанная с тем, что предприниматели выражали слова благодарности и оказывали тоже вот такую помощь медработникам, которые трудятся в третьей поликлинике. На территории района? На территории района, да. Им сейчас, кстати, особенно тяжело. Им сейчас особенно тяжело. Они находятся в сложной ситуации просто, ну, несравнимо с нами. Да. Я бы сегодня хотела выразить слова благодарности от себя лично, от администрации, да я думаю, от всех жителей района. И не только района, кстати. И не только района за тот труд, который сегодня на них возложен. Действительно, они на передовой линии находятся, не считаясь временем. Мы знаем, вот ведя учет прибывающих граждан, какая колоссальная на них нагрузка была, осуществление патронажа каждый день. Поэтому мы сразу же вот поехали в поликлинику для того, чтобы выразить благодарность. И благодарны мы также социальным партнерам, которые организовали вот такой ланч благодарности. Это что такое? Ну, у нас была такая акция совместная, когда у нас вот магазин цветов «Симфония», индивидуальный предприниматель Гизатова, она в благодарность врачам подготовила и вручила пакет, букеты цветов. Есть у нас вот кофейни… Это очень здорово. Есть пекарня «Белочка», которая тоже на этот ланч предоставила выпечку к чаю. И другие другие. У нас звонок в студию. Давайте ответим и затем продолжим беседу. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Убавьте, пожалуйста, звук телевизора и представьтесь. Я Галина Николаевна Черникова. Говорите, Наталья Николаевна. Я проживаю в Дачной, 21, квартира 32. Так. Нам не делают дезинфекцию в подъезде. Почему? Дезинфекцию в подъезде обязаны делать. По вашему обращению мы проведем проверку завтра. В настоящее время действует постановление губернатора 89-я, которое устанавливает обязанность всех управляющих компаний ЖСК и ТСЖ проводить ежедневно дезинфекцию всех контактных плоскостей, которые расположены в местах общей пользы многоквартирных домов. Контроль и проверка ведется ежедневно. И более того, ежедневно управляющие компании ЖСК и ТСЖ должны подписывать у одного из собственников многоквартирных домов акт о том, что дезинфекция проведена. Если выявляется случай нарушений, о том, не проведение такой дезинфекции, то с 1 апреля введена статья 20.6 в КОАП Российской Федерации, которая предусматривает административную ответственность виновных лиц. И административная ответственность существенная. Для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей предусмотрен административный штраф. А в случае, если еще и последствия будут связаны с угрозой безопасности граждан, то административный штраф от 500 тысяч рублей до миллиона. Таким образом, сегодня все управляющие компании ТСЖ и ЖСК знают о этих нормативных документах. В администрацию Ленинского района до 4 часов дня ежедневно по электронной почте шлют отчеты с предоставлением акта. И кроме этого, ежедневно проводятся у нас совместные проверки с ГЖИ Самарской области. Вот на сегодняшний день у нас проверено 87 адресов совместно с ГЖИ, 8 управляющих компаний. В момент проверки нарушений не выявлено. Но я ваш адрес взяла на учет, записала. И завтра мы выйдем и проверим, как у вас проводится дезинфекция или не проводится. В случае, если факты подтвердятся, то, соответственно, мы это оформим, совместный акт и направим в управление гражданской защитой администрации городского округа Самары для административного наказания. Спасибо большое. Елена Юрьевна, Ленинский район изобилует культурными заведениями. Это не только деловой центр, это не только административный. Здесь музеи, театры, парки, набережные. Сюда приезжают, по большому счету, со всего города люди отдыхать в той или иной форме. С марта в Самаре проводится месячник по благоустройству. Вот как он изменился в связи с текущей ситуацией и что это теперь? Конечно, ситуация, связанная с коронавирусом, она внесла коррективы. Мы со 2 марта уже вышли в месячник на территории Ленинского района и планировали, что примут участие в месячнике традиционно все организации расположенной территории района. Все они подтверждали готовность и желание участвовать. Но, к сожалению, вы понимаете, что с учетом ситуации, связанной с коронавирусом, с режимом самоизоляции, сегодня не все организации могут принять участие в месячнике. Поэтому сейчас мы трудимся в уменьшенном объеме. Принимает участие в месячнике у нас МП благоустройства, МП Самарская набережная, спецремстройство Зеленхоз, МБУ Сахтоп, администрации, управляющие компании. И поэтому вот, если цифра называется, то если в прошлом году на этот период у нас отработали на уборке территории 22 800 человек, то сейчас практически в два раза меньше, 12 173 человека. Но что интересно, что даже меньшими усилиями мы сделали больше. Мы посчитали по вывозу мусора, мы вывезли на сегодняшний день 2834 метра кубических мусора. В прошлом году на этот период было 2500 метров кубических. Машина смен тоже больше отработана, у нас 500, в прошлом году 472. И по площади мы обеспечили уборке большей территории. Мы вам обещаем, что мы отработаем месячник, и несмотря на то, что вот действительно каждой руки у нас на вес золота, мы справимся с этой задачей и приведем территорию района в надлежащий облик, который достоин центра города. А за счет чего, кстати, удалось? Потому что вы сказали, что несмотря на то, что рабочих рук меньше, сделано больше. Как это так получилось? Мы сейчас более комплексно подходим к организации самих работ. Я вам приведу пример. На Черновеченской мы когда проводили недавно уборку комплексную территорию, то у нас были задействованы и МП благоустройство, и все ближайшие управляющие компании, МБУ, Сахтоп и мы. Что это дает? Комплексная организация зачистки территории. Это эффективное использование техники, трудовых ресурсов. И когда мы вычищаем территорию комплексно, то у нас мусор не летит на ближайшие территории. И не остается. И не остается. Если этого не делать, то, как вы понимаете, дорожники очищают дорогу, например. Загрязняют? Да, загрязняют другую и наоборот. А вот когда идет комплексная такая вот зачистка территории, то эффект лучше, поэтому и результат лучше. Конечно, мы видим и знаем, что еще очень много надо сделать. А что именно, кстати, что вы считаете, в первую очередь надо сделать? Надо сделать, вот вы тоже сегодня видите, идет активная зачистка внутри дворовых территорий, и весь мусор выносится на уличную дорожную сеть. То есть складывают на газоны огромное количество мусора. Мы его фиксируем каждый день. С одной стороны, вот тоже хочется сказать гражданам о том, что есть же контейнерные площадки. Можно отнести мусор, положить на контейнерную площадку. Это цивилизованная, и точно так же он будет вывезен. Но когда вот в центре города у нас выносят на наши все центральные улицы мусор, опять мы вот вынуждены тоже дополнительные затраты нести по его вывозу. Поэтому такая специфика, к сожалению, есть. Но мы будем активно этот мусор вывозить. У нас есть звонок в студию, давайте ответим. Говорите, пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире. Алло? Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Политаева Татьяна Викторовна. Алло? Говорите, Татьяна Викторовна, слушаем вас. Политаева Татьяна Викторовна. Мы, жители, проживающие по Лоскому проспекту 15А, замучились просто от того, что у нас рядом находится штрафстоянка. Постоянный мусор, постоянные окурки. Изобразие страшное. Ночью возят машины на штрафстоянку. Постоянный гул. Ужас один, что происходит. Мы почти не спим, а летом мы вообще не спим. С одной стороны у нас штрафстоянка, с правой стороны, с левой стороны у нас ресторан. Называется конь с пальто. Они допустим, но сейчас вот из-за коронавируса, они сейчас закрыты. А так в 6 вечера и до 6 утра у нас играет музыка. И вот это безобразие никак не прекращается. Татьяна Викторовна, правильно, совершенно обоснованное, вот, ваше замечание по территории. Конь в пальто – это небезызвестное действительно заведение, по которому неоднократно у нас были жалобы. Мы неоднократно проверяли вместе с полицией, рейды были. Хорошо, что вот в условиях коронавируса пока действительно жители покоя имеют в связи с тем, что не работает и не функционирует это заведение. Но мы и впредь будем его контролировать с тем, чтобы не нарушалось законодательство по шуму. Мы его берем, будем продолжать его контролировать. А полштрафстоянки тоже, к сожалению, вот, если проанализировать, все парковки, все стоянки на территории района, вокруг них, к сожалению, всегда очень много мусора. Видимо, это традиция такая у автомобилистов, к сожалению, когда они паркуют автомобиль, выходят со стоянки и буквально вот бросают там, где идут бутылки, пачки сигарет, окурки. Мы это видим постоянно и не только возле штрафстоянок, но также, когда паркуют автотранспорт, но на наших дорогах. Вот недавно мы тоже проводили, когда уборку по Чернорической дачной. Действительно просто обидно, потому что проводятся такие мероприятия по очистке территории, когда вкладывается большой труд и душа людей, которые осуществляют уборку. И тут же вот буквально по чистой территории, вот, по новой вот раскладывается весь этот мусор. Мы проведем проверку по этой штрафстоянке, примем меры. Меры также мы примем административные с наложением штрафа. Это я вам обещаю. И будем беспощадно наказывать и штрафовать всех нарушителей, которые действительно превращают территорию нашего любимого города в мусорную свалку. Елена Юрьевна, предлагаю посмотреть сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. Управляющую компанию, которая обслуживает 37-й дом подачной, усиление противоэпидемического режима никак не насторожило. Только после долгих разговоров с жителями коммунальщики все же начали проводить дезинфекцию. Но, руководствуясь странной логикой, поверхности обрабатывали выборочно. Люди вот до этого дотрагиваются. Люди вот до этого дотрагиваются. Вот это надо отмывать, отрабатывать, хлоркой заливать. Но есть и другие компании, которые к своим обязанностям относятся ответственно. Дезинфицируют подъезды ежедневно, а также стали чаще в них проводить влажную уборку. Как, например, на той же улице Дачной, но в 24-м доме. Работа наша управляющая всегда ответственна. Как только начался карантин в нашем лифте, чувствуется даже запах дезинфекции. Работа прекрасная управляющая. Некоторые жители решили, раз не пахнет, значит никто дезинфекцию не проводит. Пишут жалобы. Чтобы избежать недоразумений, старшие по домам каждый день будут подписывать акт о выполненных работах. У нас уже шлют подписанные жителям за каждый день. А вы по подъездам или по домам? По подъездам. То есть у нас уже этот процесс запущен. У нас уже все управляющие компании, а нам шлют в электронном виде и фото отчет. Это позволит еще и усилить контроль за недобросовестными обслуживающими организациями, считает глава города. Когда жители принимают участие и наблюдают за той или иной работой, конечно это очень важно. Теперь управляющие компании, конечно, уже не смогут схитрить и не смогут обмануть, что они выполнили работу, а по факту их не сделали. За этим будут контролировать жители. Безусловно, вот это внесение изменений в постановление губернатора повышает ответственность в разы. Елена Юрьевна, управляющие компании ТСЖ – это частные организации. Понятно, что они юридически от вас не зависят. Но при этом вот в текущей ситуации, как их привлечь и к работе по санитарной обработке, и к работе в месячник по благоустройству, когда они, вы сами только что рассказывали, мусор собирают, выносят к дороге, как на них воздействовать? Ну, на территории района у нас расположено 35 управляющих компаний в настоящий момент и 86 ТСЖ и ЖСК. Конечно, это целая армия служб, которая управляет новоквартирными домами. И управление такой армией возможно в рамках действующих нормативных документов. Эффективное управление. В первую очередь, хотелось бы назвать это 444-е решение Думы городского округа Самара, которое утвердило правила благоустройства на территории Самары и внутригородских районов. Эти правила четко регламентируют состав работ и их периодичность, которые обязаны содержать все субъекты, которые расположены на территории района. Не только многоквартирные дома, но и любое здание, любой объект, который здесь существует. И хорошо, что помимо правил существует еще механизм понуждения. Потому что, к сожалению, вы тоже прекрасно понимаете, не всегда добровольно у нас исполняются законы и нормативные документы, а механизм понуждения финансового, к сожалению, пока остается самым действенным механизмом. Такой механизм есть. Это 115 ГД, закон Самарской области, статья 4.28, который позволяет нам в рамках работы административных комиссий составлять протоколы и наказывать те организации, которые не выполняют требования по уборке и надлежащему содержанию прилегающих территорий. Для того, чтобы этот механизм эффективно работал, также в настоящее время у нас на территории района существует механизм ежедневного контроля. В первую очередь это 12 управляющих микрорайонов, которые трудятся на территории района, служба ЖКХ, представители администрации Ленинского и Натригородского района, конечно, ГЖИ Самарской области, которые также вместе с нами принимают участие в осмотре прилегающих территорий к МКД и в зимнее время, и летом. И на основании этих осмотров мы составляем акты. Акты подписаны со старшими по подъездам многоквартирных домов. На основании этих актов, если управляющие компании ЖСК и ТСЖ в течение суток не отрабатывают замечания, то есть основания для привлечения к административной ответственности. Поэтому сейчас тоже вот этот механизм, он вступил в фазу активного реализации. Я надеюсь, что в ближайшее время действительно ситуация улучшится, потому что на сегодняшний день дешевле нанять дворников, чем платить административные штрафы. К сожалению, приходится констатировать, что у нас в некоторых компаниях управляющих юристов больше, чем дворников. Отрадно то, что на сегодняшний день жители, многоквартирные дома которых управляются такими управляющими компаниями, сделали правильный вывод. Я вам хочу привести цифры. Если у нас по трём организациям 205 домов было в управлении в 2018 году, то на сегодняшний день жители сделали выбор, ушли от этих компаний. И в составе этих трёх организаций, это там, где у нас самые проблемные вопросы по содержанию, осталось только 86 многоквартирных домов. В том числе и благодаря тем семинарам, которые мы проводили в администрации вместе с Часовским, Виктором Ивановичем, с его региональным центром общественного контроля ЖКХ. Объясняли, жителям давали методические разъяснения. Два было у нас семинара, которые были инициированы в партии «Единая Россия». Вот все эти семинары и вся вот эта работа дают на сегодняшний день эффект. Потому что мы видим, что уже пошла конкурентная борьба, правильная конкурентная борьба в рыночной экономике, которая и должна быть. И на сегодняшний день люди видят, вот в одном дворе они видят, вот этот дом обслуживает, одна организация, здесь всё хорошо. Вот в этом доме рядом стоит дом, здесь не так. И сразу они начинают сравнивать, видят. А мы оказываем методическую помощь. Мы никому не отказываем. Более того, предлагаем жителям всегда оказать помощь методическую, юридическую, в сопровождении всех процессов, которые связаны со сменой управляющих компаний. Елена Юрьевна, к сожалению, время не так много. Я предлагаю посмотреть ещё один сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. Бегонии, петунии, тагетисы, герань и ещё больше 40 видов растений. В теплице муниципального предприятия «Спецаремстройзеленхоз» всё готово к предстоящему украшению города. Этим летом на улицах, в парках и в скверах появятся новые сорта. Например, петунии теперь будут представлены в яркой цветовой гамме с более крупными цветками. Обновят уже полюбившиеся горожанам каскадные топиарные фигуры с живыми растениями. Особое внимание уделят украшению города в преддверии празднования 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. В городе установят 15 новых ландшафтных скульптур. Они будут символизировать эту памятную дату и будут установлены непосредственно к 9 мая. Это будут и георгиевские ленты, это будут сферы с нанесенными датами и соответствующей символикой. И они будут установлены на городских улицах, то есть это улица Победа, Ленинградская и улица Матогвардейская. Сейчас в теплице подготовительные работы в разгаре. Аномально теплая зима на растениях никак не сказалось, рассказывают специалисты. Все семена заготовили еще осенью и цветов точно хватит. В плане на этот год высадить больше миллиона растений. Этот год немножко у нас такой, что без солнца мы были. Вот солнечные дни в марте появились. Но мы начинаем посеивать с декабря месяца и ведем в это в сроки агротехнические с промежутками. Высадят также березы, липы, каштаны, ели и сосны. Украшать городские улицы, парки и скверы начнут после 20 апреля. Первыми жителей города порадуют тюльпаны. Планируется, что к 9 мая высадят уже порядка 5000 квадратных метров цветов. Также в теплицах есть запас растений, чтобы украсить территории, которые были комплексно благоустроены в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Специалисты подчеркивают, за всеми растениями и после высадки будут тщательно ухаживать, чтобы цветы радовали самарцев как можно дольше. Елена Юрьевна, почему хотел показать этот сюжет? Потому что коронавирус мы обязательно победим, жизнь вернется в обычное русло. И в связи с этим вопрос, какие проекты по благоустройству будут реализованы в районе? У нас всего 2 минуты, даже чуть меньше. Постараюсь быстро. Мы готовим сюрприз, 75 звезд победы, как и обещали. Это будет посажено на территории Ленинского района, на трех спусках – Ульянском, Маяковском и Красноармейском. И плюс еще на общественных территориях по всему району. Очень красивые будут газоны. Далее у нас на 40% больше будут в этом году выполнены объемы по комплексному ремонту дорог. Будет у нас в 18 дворах выполнено вот такое комплексное благоустройство. И в 29 дворах будет выполнен ремонт картами. По программе «Комфортная городская среда» будет сделано 8 дворов и однообщественная территория – это бульвар Мичурина. По проекту «Содействие» у нас будет 4 территории плюс 1 территория – это сквер Аксакова. Несмотря на коронавирус, мы все задачи выполним, украсим наш район. А всем жителям я желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне. Все у нас получится, и коронавирус мы победим. Спасибо за интересную и содержательную беседу. И напоминаю, что в нашей студии была Елена Бондаренко, глава администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара. Берегите себя, сидите дома. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!